В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Дружеский марафон по скандинавской ходьбе на трассе Опаренке. На старт! Внимание! Марш! Ученики Видновской детской школы искусств лауреаты областного конкурса «Подмосковные вечера». Все не могут быть на первом месте. Всего лишь одно на первое место. Открытый кубок по рукопашному бою в дворце спорта «Видное». Соревнования проводятся в личном зачете, но будут с розыгрышем, так скажем, командных мест. Дружеский марафон по скандинавской ходьбе прошел на трассе Опаренке. В нем приняли участие жители Ленинского и Домодедовского городских округов, объединенные губернаторской программой «Активное долголетие». На финише их встречала наша съемочная группа. Пообщался со спортсменами-любителями Максим Козлов. Мы будем ходить, будем здоровы и будем, конечно, счастливы. Не только за здоровьем, но и хорошим настроением выходят участники клуба скандинавской ходьбы на трассу. Сегодня к участникам губернаторской программы «Активное долголетие» из Ленинского городского округа присоединились их коллеги из Домодедова. Сейчас центры социального обслуживания в этих округах объединили в одну организацию. На старт! Внимание! Марш! Общая длина дистанции – 3 километра. Но главное в этом мероприятии было не только в том, чтобы преодолеть непростую трассу, но и в общении и обмене опытом. Нам было сегодня очень приятно показать им мастер-класс и показать подводящие упражнения. Упражнения, которые мы выполняем, они много нового взяли от нас. И мы рады, что мы показали нашу спортивную форму Ленинского района. Всего в Домодедовском и Ленинском округах скандинавской ходьбой занимаются порядка 170 человек. Но сегодня на дружеский марафон вышли 45 спортсменов-любителей. Первой пересекла финишную черту гостя из Домодедова – Вера Намесникова. Трасса понравилась. В лесу, комфортно. Наслаждение получаешь от ходьбы и от природы, которая окружает рядом. Спасибо. Всем участникам марафона вручили памятные медали, а руководство Центра социального обслуживания Домодедовский уже пристально изучает мнение получателей услуг и строит смелые планы. Таких мероприятий, я думаю, будет достаточно много. Не только в форме именно спортивной какой-то, но и арт-терапии, и какого-то творческого потенциала в формате пения или танцев. Думаю, эти мероприятия будут теперь часто совместными проходить. Завершилось мероприятие чаепитием. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Долгопрудном прошел областной конкурс исполнителей на народных инструментах «Подмосковные вечера». В творческом состязании успешно выступили воспитанники по классу балалайки детской школы искусств города Видное. С лауреатами пообщалась наш корреспондент Наталья Буслаева. Копилка наград видновской школы искусств пополнилась еще двумя призовыми местами. Ученики по классу балалайки Даниил Бантыш и Лука Семин стали лауреатами второй и третьей степени конкурса «Подмосковные вечера». Преподаватель юных музыкантов Людмила Буркатская признается, что довольна выступлением своих учеников. Ведь соревноваться ребятам на конкурсе было непросто из-за большой конкуренции и высокого уровня подготовки других участников. Есть над чем работать. Какие-то маленькие нюансики. Опять же, когда такая жесткая конкуренция и жюри, мне жалко в этом случае, потому что все не могут быть на первом месте. Всего лишь одно оно первое место, вторых два, как обычно на конкурсах, третьих три. Десятилетний Даниил Бантыш уже четыре года занимается в детской школе искусств по классу балалайки. Юный музыкант рассказывает, что выбрал этот инструмент совершенно случайно. Я был в детском саду. Моя учительница, которая сейчас, Людмила Николаевна, она приехала туда и она нам сыграла на балалайке. И я так вдохновился, что мне захотелось тоже играть на балалайке. Вот я и поступила. Учеба и подготовка к конкурсам занимают много времени и сил, признается Даниил. Мама поддерживает его в стремлении добиться успеха. Это очень много времени занимает. Конечно, музыкальная школа у нас практически каждый день. Но, собственно говоря, занятия дома, потому что без этого не получится результата. То есть ребенок занимается около двух часов каждый день. А вот Лукасюмин совсем недавно начал играть на балалайке. После выступления на конкурсе понял, на что ему следует обратить особое внимание в дальнейшем. Я понял, что мне надо работать над тем, как мне надо слушать сам себя, как я играю, и дожимать, пытаться лады, которые очень высоко. Впереди у ребят конкурс сольного исполнения «Кубок виртуозов», который пройдет в городе Химки 19 февраля. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Витнет-ТВ. В копилке наград Ленинского городского округа пополнение воспитанница клуба «Золотой дракон» 17-летняя Диана Проценко взяла золото на первенстве мира по всестилевому карате. А также стала победителем на международном турнире по тхэквондо Russian Open. О ней наш следующий сюжет. В свои 17 она обладатель черного пояса под хэквондой карате, мастер спорта и победитель множества российских и международных соревнований. Воспитанница видновского клуба «Золотой дракон» Диана Проценко уже вошла в сборную России и не мыслит своей жизни без единоборств. Недавно она вернулась с первенством мира по всестилевому карате, где завоевала золотую медаль. Там была напряженная битва, потому что мне не хотели отдавать победу, но я вырвала ее на дополнительном времени. Это был удар ногой в голову прямой. Йокогейль называется. Также девушка рассказала о своем недавнем участии в международном турнире по тхэквондо Russian Open, где она заняла третье место в поединках уже со взрослыми спортсменами. Успехами Дианы гордится ее отец и тренер, мастер спорта международного класса, чемпион России, Европы и Азии по карате и основатель «Золотого дракона» Виктор Проценко. Это был очень большой турнир, больше полторы тысячи участников, больше 15 стран. В общем, очень престижный и очень рейтинговый турнир, так он называется. И как бы уже заявили себя мы в этой категории взрослой, дальше будем работать, чтобы уже записаться и остаться во взрослой сборной России. Кстати, здесь же в «Золотом драконе» преподает карате и мама девушки, а также тренируются три сестры нашей героини – Алина, Дарина и Ариана. Я дал пример, теперь Диана, грубо говоря, она сейчас является примером для всей нашей команды, для всех наших ребят. Спорт, он дает цель, которой надо стремиться, которая как бы стимулирует, дисциплинирует и держит его. Я как бы пытаюсь им эту цель как бы показать, обрисовать, а дальше все зависит уже от них. Я только помогаю. Сама же Диана сейчас занимается в колледже Московского государственного университета спорта и туризма и в дальнейшем, как и родители, мечтает учить детей единоборством. Я хочу себя видеть как успешный спортсмен. На самом деле хочу побывать на Олимпийских играх, как это заоблачно не звучало. Каждый спортсмен хочет там побывать, это естественно. И я еще хочу быть хорошим тренером, ребят так тренировать. После короткого отдыха в новогодние праздники Диана уже начала готовиться к участию в отборах федерации, чтобы вновь побороться за призовые места в первенствах и чемпионатах России и мира и пополнить копилку наград Ленинского городского округа новыми трофеями. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» в минувшие выходные выявляли сильнейших и самых ловких среди юношей на кубке по рукопашному бою. На соревнованиях побывал Дмитрий Книга. Во дворце спорта «Видное» прошел открытый кубок Ленинского городского округа по рукопашному бою среди юношей. На соревнования приехали спортсмены из Москвы и разных городов Подмосковья. В нашем муниципалитете этот вид спорта развивается уже не одно десятилетие. Во дворце спорта рукопашный бой проходит уже седьмой раз. И буквально скоро мы будем праздновать 15-летие соревнования рукопашного боя в Ленинском округе, так как он свое начало начинал еще в поселке Развилки. Ленинский округ представляли 50 ребят из трех клубов, основной из которых – десантник, воспитавший уже не одно поколение успешных спортсменов. Всего, Видное, приехало более 300 бойцов. Соревнования проводятся в личном зачете, но будут с розыгрышем, так скажем, командных мест. То есть спортсмены дерутся в личном зачете, каждый награждается за занятое место первое, второе, два третьих. И потом по общему количеству занятых мест присуждается командное место. Рукопашный бой отличается высокой динамикой и требует от спортсменов быстрой реакции во время поединков. Важна не только физическая составляющая, но и психологическая готовность участников схваток. Андрей Трифилов занимается этим видом спорта уже шестой год. Мне этот вид спорта нравится тем, что много всех разных возможностей. Руки, ноги, борьба. Все очень интересно. Тренировки у нас проходят, но мы сначала разминаемся, разогреваемся, потом отрабатываем броски, удары руками, ногами, потом спаррингуемся. Судьи внимательно следили за ходом боев, а за юных рукопашников переживали их персональные болельщики, которых переполняли неподдельные эмоции. Это очень серьезное переживание для родителей. Это можно прямо с вечера начинать пить валерьянку, потому что все это переживание на ковре, это невозможно наблюдать. Мы переживаем очень сильно, мы проносим все это через себя. По итогам соревнований все победители и призеры получили памятные дипломы и награды. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.